Господи, Син, с нами буди, и так оборазли Тебе, помощник от скорбых дней, имамы, Господи, Син, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности, мира, Духи Святого. Доброго всем дня и хорошего настроения. Несколько дней назад проводили на летние каникулы наш приходской народный хор. Так получилось, что усилиями одной из певчих, которая в этом хоре стала регентом, был собран хор прихожан. Там человек 30 с лишним откликнулись на этот призыв. И люди, способные к пению, сформировали коллектив, вокально-инструментальный ансамбль «Лейся песня». И потихонечку, в течение года, раз в недельку встречались и народные песнопения, и богослужебные, и духовные песнопения учили. Да потому что, как в свое время сказал наш друг из Псово-Печорского монастыря, монах Харлампий, приехал, и, пообщавшись с мужчинами, он говорит, «А теперь давайте мы с вами немножко попоем». Он сам увлекается знаменным пением, поет на клиросе. И так в течение часа с мужчинами разучивал несколько песнопений знаменного распева. И говорит, что ничто так не открывает людей друг к другу, как общее дело, и особенно совместное пение. Потому что в этом моменте душа, она раскрывается, и человек становится как-то более понятен, близок. И вот образовался такой народный хор, который в том числе и несколько раз частично участвовал на литургии. И людям это радостно, и для храма полезно, потому что есть инициатива, которая не требует никаких затрат, и в то же время объединяет людей, и дает какой-то интерес, и занимает время полезным. И вот этот хор подвел некоторые итоги. И в беседе одна из певчих спросила, «Вот во время пения все усилия направляешь на правильность самого пения. При этом из головы уходит смысл произносимого, то есть получаешься просто инструментом по извлечению звуков». Ну и, собственно, сам вопрос, как с этим бороться. В одном фильме как-то прозвучали такие слова, вложенные в уста Уилла Тернера. В конце очередной серии он своей супруге говорит «Не своди взгляд с горизонта». Ну, наверное, вот в этом очень важный ответ. Не надо сводить взгляда с горизонта. Не надо терять из вида Господа нашего Иисуса Христа. Да. Дело в том, что когда в товарищах согласия нет, на латых дело не пойдет. Вот у нас внутри живут такие три товарища. Ум, воля и чувство. И на сегодняшний момент это лебедь, рак и щука. Они так вот в разные стороны. А любой духовный труд, молитва, чтение, пение духовное, они требуют согласованности, чтобы ум понимал сердце, сочувствовало, а воля прилагала усилия, то есть помогала человеку преодолевать такую естественную греховную расслабленность. Всегда хочется от молитвы отодвинуться, полежать, посидеть, время потянуть. Волевое усилие человек ставит себя перед Богом. И дальше начинается вот этот процесс, собирание своего ума в слова, которые обращены ко Христу. И в каждое слово ум, он должен погружаться как в форму, то есть выбирать смысл этого слова. И этот смысл должен воздействовать на наше сердце. Сердце включается, потому что там, где сердце, там энергия человека. Все, что с сердцем, ну, каждый знает. То, что делается с душой, оно делается результативно, энергично. Сердце сочувствует уму, а воля поддерживает этот процесс. И вот такой трехсоставный труд, он помогает человеку навыкать. Не сразу, не за один год, и, может быть, даже десятки лет должны пройти, когда у человека вырабатывается вот этот механизм, что любое духовное действие, духовная беседа, молитва, исповедь, предстояние в храме во время службы, пение духовных песнопений, чтобы внимание ума было в словах, чтобы ум был собран в силе словесности, да, есть такая сила высшей части нашей души, где-то, да, в области сердца. Внимание сфокусировано в области сердечной. Сердце, оно откликается на смысл произносимого и усиливает внимание. Внимание рождает умиление сердечное, умиление рождает еще большее внимание к смыслу слов. И постепенно вот этот процесс, который запускается с начального этапа, со словесной молитвы, с чтения и пения в храме, дома, он развивается до более высоких степеней молитвы. Конечно, об этом обязательно нужно читать, интересоваться. И если человек желает научиться молитве, Бог обязательно возьмет его крепко за руку и поведет по этому самому удивительному и прекрасному пути. Но начинается все с внимания. Помогай нам всем, Господь! Господь и сил, помилуй нас!